Чемпионом России 2017 года стал мастер спорта международного класса Александр Захаров, Приморский край, город Уссурийск. Победа Александра Захарова на чемпионате России по кикбоксингу, кажется, не вызвала особых эмоций у бойца. Может быть, дело в том, что Приморец элементарно устал после схваток, а может быть, потому, что для Захарова такое достижение не в новинку. У кикбоксера уже целая копилка выдающихся званий. Побед уже было достаточно много. Это не только чемпионат России, но и чемпионат мира, и Европы. И на самом деле, конечно, смазываются впечатления. То есть, не сравнить с тем, что я почувствовал в первый раз, и первый раз теперь в мире. Но, тем не менее, рад, конечно. Чемпионаты первенства России в разделе «Фуллконтакт» с лоу-киком проходили в Калининграде. Всего на ринге побывало более 300 юношей и девушек из 40 регионов страны. Захаров отправлялся на соревнования в своем заслуженном статусе самого титулованного кикбоксера Приморья. После трех тяжелых поединков уссуриец вышел в финал, где ему противостоял москвич Арслан Ари Магомедов. Уверенно проведя бой и дважды отправив соперника в нокдаун, Захаров по единогласному решению судей стал чемпионом России. Вдобавок Александр удостоился звания самого техничного кикбоксера турнира. Не могу сказать, что это было предсказуемо, но предвиделось. И было обязанным подтвердить этот статус. Александр Захаров был выбран единогласно капитаном сборной страны, разделов «Фулконтакт» с лоу-киком. Все это вот. Сегодняшний день у нас здесь все капитаны сборной России. От меня зависит общий климат в команде, потому что нужно будет собрать, сплотить команду все вместе. И от того, как я буду буксировать на соревнованиях, тоже очень много зависит. На меня очень много молодых спортсменов будет смотреть и брать пример с меня. Помимо Александра призовые награды смогли завоевать и другие приморцы. Всего в общей сумме с чемпионата и первенства страны наши кикбоксеры привезли 8 бронзовых медалей. Третьи места хоть и не получат прямую возможность поучаствовать в будущих международных соревнованиях, однако станут этакой страховкой первых и вторых номеров в сборной. У нас много было таких случаев, когда первые или вторые номера по травмам или болезням они не могли поехать. И третьи номера фактически за них выступали на этих соревнованиях. И бывает также так, что третий номер не выиграв на России, выигрывают и мировые, и европейские соревнования. Поэтому и ребятам как бы это надо понимать, большая ответственность. Что касается Александра, то он теперь уже в роли капитана сборной России будет готовиться к чемпионату мира в Рио-де-Жанейро, где в октябре этого года приморцу также предстоит отстаивать свой чемпионский титул. Максим Яковлев, Андрей Макаров. Новости спорта на восьмом.